Безопасно пересечь проезжую часть в наше время не так-то просто. Причиной наездов подчас становится не только невнимательность пешеходов и водителей, но и то, что большинство переходов организованы с нарушением. Сотрудники ГИБДД стараются бороться с этим, но получается не всегда. Мы постоянно, у нас два блока. Это первое, при надзоре за дорожным движением, соответственно, инспектор ДПС оставляет акты, в случае, если выявляет недостатки на маршруте патрулирования. И второй блок, это работа инспекторов дорожного надзора. Выявляют, соответственно, если подпадает административный ответ, сразу же материал, выдается предписание, контролирует сроки исполнения. В том числе у нас ряд пешеходных переходов установлено администрацией города в нарушении требований и так далее, где мы считаем небеспеченную безопасность. Значит, мы тоже вышли с исками прокуратуры по этим пешеходным переходам. И тут все упирается в городскую администрацию. Именно в их полномочиях организовать или убрать пешеходный переход. Выявление этих всех негостовских пешеходных переходов, оно происходит комиссионно с участием представителей управления благоустройства. Только потом уже это оформляется в официальный документ со стороны ГИБДД, а ИШЛЁТ, значит, пересылается, будем так говорить, органу местного самоправления в управление благоустройства. Поэтому мы работаем вместе над этой проблемой. Но не всегда желание, скажем, или хотение ГИБДД за один день, за один строительный сезон, все пешеходные переходы на уличную дорожную сети привести к нормативным требованиям. Чисто по материальным вопросам мы немножко отстаем это. Зебра на улице Красных Зорь. Еще месяц назад переход располагался перед остановкой транспорта, что провоцировало аварийные ситуации. Из автобусов водители авто, движущихся во второй полосе, просто не видели пешеходов, переходящих в проезжую часть. Это видео снял один из активистов ФАР, незадолго до серьезной аварии на этом участке. Отправил этот ролик в благоустройство. К сожалению, благоустройство у нас не отреагировало на этот ролик. Дождались, когда произошло ДТП, то есть здесь вот на этом пешеходном переходе был сбит человек. И сейчас пешеходный переход здесь ликвидирован, а перенесен немножко дальше. Но дело в том, что, видимо, опять же, не додумали организацию этого пешеходного перехода, потому что там, во-первых, положили гравий вместо асфальтовой дорожки. Люди, местные жители говорят уже, что там и каблуки ломают, и вязлых перейти не могут. Поэтому мы с вами видели, как мамаши с колясками не идут по этому пешеходному переходу, а двигаются по проезжей части, пытаясь миновать этот опасный для них участок. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Новый переход доставляет местным жителям массу неудобств и подвергает их еще большей опасности, чем прежде. Вот я живу вон там, вон был. Женщина, бабушка шла, ногу подвернула, девчонка бежала, каблуки ломала. Женщина с ребенком коляску, неужели вот даже заасфальтировать этого нельзя? Да и чисто физически подойти к переходу по силам не каждому. Высота бордюрного камня на пути к зебре внушительная. Организован пешеходный переход. Подходит дама с коляской и видит, что перейти ей здесь, спустить ребенка, чтобы он не проснулся, не заорал, невозможно, потому что у нас перепад порядка 20 сантиметров. Здесь сбили подростка, поэтому переход хотя бы попытались привести в порядок, а на соседней улице зебры отсутствуют вовсе. Люди думали, что тут организован неправильный пешеходный переход, но при этом рядом, буквально в трех метрах улицы Мархлевского, на ней вообще нет ни одного пешеходного перехода. И как переходить на противоположную сторону пешеходу непонятно. И водители о том, что здесь пешеход может перейти, тоже не предупреждены. Не так давно в городе наметилась занятная тенденция. Ненужные пешеходные переходы убирают, не предоставляя людям альтернативы. Так, например, случилось, когда на нерегулируемой зебре на площади Ленина сбили трех студентов энергоуниверситета. Но люди по-прежнему переходили дорогу натоптанной тропкой. Есть подозрение, что таким образом, конечно, просто администрация перекладывает вину на водителей, потому что тогда становятся виноватыми не они, что неправильно организовывают пешеходные переходы, а водители, которые не видят пешехода там, или опять же пешеходы, которые переходят не по правилам. То есть просто идет банальное перекладывание ответственности. По мнению активиста, убирать переходы нельзя. Наоборот, чем больше их будет, тем безопасней. И это слова водителя, а не пешехода. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.